Вернемся к блогерству. На ваш взгляд, какой из ресурсов для блогеров сейчас наиболее востребован и за какими находится будущее? Ну, я считаю, что надо следить за трендами. Это самое важное. То есть, надо следить за трендами и применять просто бенчмаркинг. Немножко непататично выскажусь, но хочу сказать, что все технологии развития интернет-предпринимательства, блогерства и так далее, они приходят к нам с запада, где они появляются намного быстрее, новые какие-то тренды, новые какие-то способы ведения бизнеса, работы, оболочки технологии, способы донесения информации и распространения, какие-то маркетинговые ходы. Мы их просто применяем потом с опозданием на 5, 10, 15 лет. Если отслеживать это, то можно в тренде быть и видеть, куда, собственно говоря, направить свои стопы, да, и как дальше действовать. Если мы говорим о Рунете, ну вот я говорю, мне сейчас очень нравится Яндекс.Дзен. Почему? Потому что такие платформы берут очень много на себя всего. То есть, они фактически берут на аутсортинг не только хранения информации, они еще и доносят ее до потребителя, не требуя вашего там участия дополнительного. То есть, они ищут клиента по интересам, читателя по интересам и сами ему предлагают информацию. Это очень замечательно, это позволяет быстро расширить аудиторию. Если у вас, прошу прощения, если у вас есть какой-то свой собственный ресурс, вы ведете его, имейте на хостинге свой сайт, вы там обязаны, просто вынуждены делать все это сами. Если вы ведете какую-то рассылку, вы обязаны все это делать сами, да. То есть, это довольно сложно, не скажу, что это напряжно там очень, но требует дополнительных нагрузок каких-то. То есть, понимаете, да, как это все работает. Конечно, я советовал бы не распыляться, потому что есть несколько направлений, где люди показывают действительно успешные SM-достижения. Если это читабельный какой-то SM-материал, это Яндекс, SM-дзен. Но надо понимать, что там аудитория в основном тусит взрослая, то есть от 30 лет практически. То есть те люди, которые любят почитать. А молодежь, она любит больше смотреть, например, она любит больше, чтобы информация подавалась в режиме комиксов или видео, или фото. Поэтому там Инстаграм, можно в Инстаграме ввести микроблогинг, там можно микровидео такое создавать до минуты и позиционировать себя там. Инфографику тоже самое, писать какие-то небольшие посты, фактически ввести блог только в Инстаграме. Молодежь, это неплохо получается. Ютуб, объединяющий всех между собой, это второй по значимости поисковик или третий, если так вот сказать. То есть у нас в России. То есть Google, Яндекс и третий поисковик – это Ютуб. То есть люди ищут информацию, особенно информацию в виде инструкции, чтобы это было видео, чтобы это было, значит, инструкция в виде видео. И поэтому очень обращаются часто к Ютубу. И ввести видеоблог – это, в общем-то, самое то. Очень это замечательно работает. А так, конечно, социальные сети – тоже неплохая вещь, потому что социальные сети хорошо индексируются с поисковиками, и работает это все тоже замечательно. Так что можно использовать и это. Так что трудно сказать, надо просто бить неприцельно. Попробовать все, и то, к чему душа больше ляжет, что лучше получается, там и развиваться. Потому что там можно видеть истории успеха во всех тех направлениях, которые я обозначил везде. То есть и те люди, которые ведут сообщество в социальных сетях, и те люди, которые ведут видеоблог на Ютубе. Ну, предположим, опять же, надо понимать, какой инструмент сам сильнее. Вот видеохостинг Ютуб сильный очень. Он классный поисковик. А вот Vimeo тот же самый, он в таком ключе не работает. Там хорошо сохранять видео, которым можно поделиться между собой или куда-то вставить на свой сайт. Но в плане монетизации, в плане развития этой темы, в плане предложения ее самозрителям, эта штука не работает. Поэтому вот эти вещи нужно отслеживать и понимать. Поэтому, если вы видео, предположим, предполагаете размещать во встроенном плейере на сторонних ресурсах, вам и Vimeo подойдет. А если вы хотите, чтобы вас много просматривали, или непосредственно на Ютубе хотите, там предлагать информацию. Вернее, в интернете, чтобы искали прямо эту информацию. Надо на Ютубе, потому что там большинство народ тусит. Продолжение следует...